О, сколько нам открытий чудных готовит сегодняшний эфир! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Маша Новая, вы смотрите и слушаете Озон Лайф. Не просто так я начала с этой фразы, потому что если вы посмотрите на наш стол, то здесь увидите просто невероятное соцветие, кстати, цветы у нас тоже есть, это уникальный методический пособие от доктора педагогических наук, основателя, руководителя и педагога Международной школы скорочтения и управления информацией Лидии Львовны Васильевой. Да, друзья, с этим автором и с этим педагогом, с этим уникальным человеком я вас сегодня подробнее познакомлю, поможет разобраться вообще во всех темах, связанных с дошкольным образованием, да, как правильно подготовить ребенка к школе, как развить его, вот эти все когнитивные способности, нам сегодня поможет наш замечательный гость и эксперт, это Ирина Куликова, методист Международной школы скорочтения, педагог, тренер по адаптивным технологиям по программам для дошкольников и младших школьников. Ну вот действительно, здесь у нас собраны серии, да, серии пособий, с которыми должны уже начинать потихонечку знакомиться малыши, потому что все они распределены по возрасту. Вот, Ирина, если здесь покажешь поближе, здесь уже можно начинать с трех лет заниматься, развивать свой интеллект, уже можно развивать свои математические способности. Дальше переходим отсюда, сюда уже 4-5, уже другой возрастной диапазон, 6-7 лет, да, и, соответственно, 5-6. Сразу же забегая вперед, хочу сказать, что вот эти серии пособий мы сегодня будем разыгрывать, поэтому наши дорогие друзья, пожалуйста, не отключайтесь, будьте активны, и самое главное, задавайте вопросы, потому что за самый интересный вопрос сегодня в ходе нашего стрима вы получите эти подарки. Ну что, это такая была маленькая затравочка, Ирина, я рада приветствовать вас в нашей студии, потому что действительно уже и за кадром мы начали общаться, я сама мать, у меня подрастает дочь, и ей уже пошел третий год, и я вот смотрю, что как раз такие уже эти пособия, может быть, мне и пригодятся. Но я хочу начать вот с чего, вы можете рассказать об этой уникальной методике, да, чем она уникальна, как она возникла, потому что действительно, ну, она уже распространилась, вот здесь даже написано с оборотной стороны этого пособия, в 89 городах России и Европы, понимаете, и даже применяется эта уникальная методика более чем в 150 школах, я думаю, что это действительно о многом говорит, так вот, в чем же эта уникальность, что это такая за авторская методика Лидии Львовны? Здравствуйте, я рада приветствовать вас, приветствовать вас в солнечной Москве. Солнечной, в кавычках, да? Да, да, желаю вам всего солнечного, позитивного. На самом деле методика шикарнейшая, по этой методике выучено не одно поколение детей, этой методике 30 лет, да, и Лидия Львовна эту методику, естественно, она ее разработала, еще работая в школе, да, учим, учителем русского языка и литературы, и вот представьте, какая у нее была проблема, когда подросток приходил и не мог запомнить информацию. На самом деле очень сложно, да, когда объемы литературы, да, выучи стихотворения, я запомню правила русского языка, и она столкнулась с такой проблемой, что память у детей не в очень хорошем состоянии, хотя вроде бы казалось, чем моложе, тем лучше память. И столкнувшись с этой проблемой, естественно, возникла острая необходимость придумать упражнения, приемы, которые улучшат эту память. И у нее это получилось просто великолепно. И отсюда сразу же, так как она филолог, не забывайте, что это учитель русского языка и литературы, естественно, она начала дальше продвигаться в этом направлении, и уже пошла разработка непосредственно блоков вербального интеллекта, развития речи, обработки информации. И самое главное, она поняла, что нужна система. И все вот эти пазлы она начала складывать в одну общую систему и увидела колоссальные результаты. Причем результаты не только в памяти появились у детей. Дети полюбили учиться, полюбили ее предметы, русский язык и литература. А это очень важно. Если ты любишь, то ты делаешь это на ура. Если ты не любишь, ты все будешь делать для того, чтобы этого не делать. Поэтому, естественно, вот такими шагами придумана была вот эта вот методика, разработана, продумана досконально. Причем самое главное, в чем ценность этой программы, Лиди Львовны, в том, что полностью все рассчитано с учетом развития ребенка. То есть почему... В определенный период его жизни. Почему у нас разные пособия для детей трех и четырех лет, четырех-пяти и так далее. То есть уровень нагрузки он также варьируется из пособия в пособия. И самое главное, именно составлены такие упражнения и подобраны они, связаны с тем, что вот ребенок у нас в 3-4 года знания умения одни, в 4-5 знания умения навыки другие, а подготовка к школе вообще требует определенного развития и образования. Поэтому получается, что четко продумано, четко все зафиксировано, с полной подачей временных рамок, инструкций, что мамочка может взять, открыть и провести с этим ребенком. Вот, это на самом деле, да, мы тоже подробнее об этом поговорим, именно каким образом нужно обучаться по этим пособиям. Но вот вы верно заметили, что сейчас мир стремительно меняется, мы живем в какой-то век цифровых технологий. И информации. И информации, да, и то, что преподавали раньше, и то, какая раньше нужна была подготовка к школе, да, там достаточно было там палочки-галочки не писать, какие-то там, да, буквы, цифры просто знать. А сейчас все-таки, наверное, больше уже такой осознанный, более серьезный подход, да, к ребенку. Конечно. То есть, он первому классу должен быть уже, я не знаю, готовым к поступлению в какой-то вуз. И начинать надо, соответственно, заблаговременно. Вот, дорогие друзья, задавайте, пожалуйста, вопросы. Я хочу сразу же сказать, у кого маленькие детки, у кого среднего возраста, постарше. Самое главное, рядом с вопросом, учитывайте возраст вашего ребенка. Пишите вот так в скобочках, чтобы мы понимали, в случае вашего выигрыша, какое именно конкретно пособие, на какой возраст направленное вам отправить. Договорились? Поэтому, пожалуйста, ждем все ваши вопросы. Сейчас я бы хотела подробнее остановиться на, наверное, самом таком первом пособии. Это возраст 3-4 года, поэтому открываем сейчас наш чатик. Уже можете задавать свои вопросы. И в основном те вопросы, которые касаются возраста 3-4 года для детей. Вот, как я и сказала, у меня дочь подрастает. Ей сейчас где-то 2,5 года. И вот открываем, открываем пособие. Я так понимаю, что все эти пособия идут в комплексе. Здесь есть книга, тетрадь для выполнения заданий. Вот таких 3 книги лучше приобретать сразу же. Конечно, то есть вы приобретаете комплекс, это только так работает. И обязательно читаете инструкцию каждому заданию. Ой, ну смотрите, как интересно. Все четко прописано, все четко написано, сколько времени, что нужно делать. То есть мамочка может не иметь педагогического образования, но выполнить те или иные упражнения вместе с ребенком, объяснив, поставив задачу, что ему требуется делать. Мне нравится, что вот уже в самом начале, в аннотации, в введении уже написано, что будет знать. И что может быть возможно, что конкретно будет знать ваш ребенок после прохождения вот этого тренинга. Вот это и заключается тоже ценность этих пособий, потому что вот смотрите, какая тоже проблема. Я сама, как мама, сталкиваясь с проблемой, придя в книжный магазин, куча пособий, не знаешь, какое купить, и любое хватаешь и начинаешь работать, и видишь, что результатов нет. Здесь такого нет. То есть четко поставлена задача, всевозможными способами эти задачи решаются, и самое главное, что автор прописывает знания, умения, навыки, которые ребенок приобретает после прохождения этого пособия. Но самое главное условие, это нужно делать систематически. Не так, что один день я поделала, три недели я буду отдыхать. Я всегда рассказываю такую историю для родителей, особенно это очень показательно. Когда вы приходите в лес, у вас растет трава. Вот если вы один раз пройдете, ваша трава потом поднимется и зарастет, и вы никогда свою тропинку не найдете. А вот если вы будете систематически походить по этой тропинке туда-сюда, туда-сюда, то она протопчется, устаканится. Вот так же с нашим головным мозгом, начиная с самого рождения. Почему пособие начинается с трех лет? Потому что с года до трех у нас доминирует первая сигнальная система. Это как раз совокупность анализаторов, которые получаем информацию из окружающей среды с помощью органов чувств. Поэтому там ребенок играет, тактильные всевозможные липучки, шнуровки, занимается этим. В три года ребенок уже может вводить постепенно, даже нужно вводить учебную деятельность. Учебная деятельность, она не ведущая, она появляется только в школе, в первом классе. Но чтобы к первому классу подготовить, нужно сами приготовить, когда? Летом. Да, это безусловно. Поэтому в три года, если систематически заниматься по пособиям Васильевой, вы увидите, какой успешный пойдет у вас ученик. Ну, а надо ли обращать внимание на то, как в три года вообще, в принципе, какие уже навыки есть у ребенка? Потому что у меня у подруги, дочке уже три года, уже, наверное, даже с небольшим, но она все еще не говорит. А здесь я смотрю, что здесь есть упражнение развития артикуляционного аппарата. Четко проговори каждую чистоговорку. То есть это очень-очень классное упражнение. Например, за-за-за, идет коза, коза-дереза и так далее. Ну, вот очень важно, да, мы, почему мы, вот все спрашивают, кто такой тренер по адаптивным технологиям? Что это, вот меня спрашивают, да? Что такое адаптация? То есть мы, как педагоги, адаптируем ту или иную программу, то или иное упражнение под конкретного ребенка. Если ребенок не говорит, естественно, программа не будет работать с этим ребенком. То есть этого ребенка мы отправляем к другим специалистам. Надо, значит, подготовиться к этому этапу, да, с помощью других каких-то занятий, которые, на самом деле, вы тоже с легкостью найдете в этой книге. Потому что, ну, вот здесь у нас и на внимание, здесь у нас и на знакомство с абсолютно, там, с алфавитом, с разными буквами. Здесь и на произношение. Это очень хорошо, потому что сразу же речь становится чище, четче. И для ребенка проговаривать это. Ну, и здесь все так ярко, что действительно понравятся крохи. То есть здесь специально сразу же, вот вы говорите, что вот такие пособия стоят на книжных полках, и мамочка просто не может пройти мимо. Пройти мимо, нет. Они очень классные. Сразу же, да. В плане даже оформления, в плане подачи. И самое главное, ценность, еще раз повторюсь, что это комплекс. То есть если вы приобретаете, конечно, нужно приобретать сразу три книги и работаете три-четыре раза в неделю по ним. И самое главное, не забывать по ним работать. Работать нужно, то есть это получается самодисциплина непосредственно родителей. Для родителей. Да, да. Вот давайте на этом тоже заострим внимание. Вы сказали, что с какой периодичности лучше всего и рекомендовано заниматься по этим пособиям. То есть где-то два-три раза в неделю, да? Да, у нас получается, так как у нас три пособия, мы работаем таким образом. Развитие интеллекта и тренировочные задания всегда у нас работают вместе. Это мы используем их два раза в неделю. Ну, например, выбрали понедельник и среда. А вторник и четверг, ну, грубо говоря, ребенок работает по пособию развития математических пособий. Да, вот так, то есть получается, что у нас целая неделя занята, да? Не так, что там ты два дня позанимался, а остальное время бегаешь себе, у тебя с головы все сразу же вылетело. То есть вот опять она дисциплина со стороны родителя должна быть однозначной. Потому что сам ребенок, так как, еще раз повторюсь, учебная деятельность в этом возрасте не ведущая, ведущая у ребенка игровая. Вот, это главное. Пока ребенок не пойдет в первый класс, учебной деятельности так таковой нет. Даже вспомните, в детских садах дети максимум 10-15 минут занимаются на занятиях, да? И то они в каком режиме? В устном, в голосовом, да? Педагог там, воспитатель что-то показывает на доске. Но ребенок просто учится, как они говорят, мы просто подготавливаем ребенка, его физику, то есть физическое развитие, к тому, чтобы он сидел за партой. Усвоил, не усвоил, воспитатель не смотрит. Задача учителя, вот я как учитель начальных классов, моя задача научить ребенка учиться. Это самая главная задача учителя начальных классов. Ну, а как это сделать? Соответственно, это сделать, возможно, не напрягая его, чтобы у ребенка ни в коем случае не было стресса, чтобы вызвать интерес. То есть, если ребенок не учится, всегда первый вопрос, а почему ему не заинтересовали? Вот здесь как раз-таки эти пособия направлены на то, чтобы заинтересовать и ребенка, и родителя. Ну и здесь опять-таки сделаем вот такую поправку, что именно инициатива от родителей должна идти, потому что вот сейчас как раз мы говорим про возраст 3-4 года, вот да, я книгу посадею, саму занимаюсь, это невозможно. Нет, нет, даже первоклассника посадите, он делать это не будет. Ну, может быть, на какое-то, да, меньшее количество времени хватит, но не больше. На самом деле он тоже не понимает, почему у нас отменено домашнее задание в первом классе, у нас уже его такового нет. Ой, это интересно. Да, 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 то есть оно появляется как официальное домашнее задание только со второго класса. Опять почему? Потому что идет плавное погружение в учебную деятельность, где ребенка дисциплинируем, да, дисциплинируем, приучаем к домашним заданиям. Но опять нужна помощь родителя. В любом случае, если мы с вами не будем, дорогие родители, помогать своим детям, то им, конечно, будет очень сложно в этом огромном мире с огромным количеством информации. Ну, вот интересные вопросы, на самом деле, уже приходят, я, на самом деле, несколько могу зачитать. Да, пишите, пожалуйста, наши дорогие друзья, какие факторы влияют на развитие интеллекта? Вот Юрий спрашивает, 3-4 года. Ой, факторов очень много. Вы знаете, на самом деле, я всегда говорю и говорила, что даже фактор выбора партнеров тоже влияет на развитие интеллекта. То, с кем общаться, правильно? Конечно, конечно. Даже друзья по площадке. И лучше, чтобы они были, может быть, чуть-чуть постарше. Постарше, да. И не только. Вот почему дети в социуме быстрее осваивают, да, вот, например, приходят в детский сад, детки маленькие, двухгодовалые, там, трехгодовалые. Они быстрее осваивают в социуме, быстрее идет освоение, потому что, опять же, это все связано с тем, что фактор социума никто не отменял. Ну, дальше, обязательно идет фактор того, что и как мы даем ребенку. Если вы трехлетнему ребенку будете читать потешки, ну, это смешно, это годовалому ребенку мы читаем потешки, в трехлетнем возрасте уровень литературы уже должен быть другой. Если вы со своим ребенком общаетесь на уровне привет-пока, не общаетесь, не рассказываете, не коммуницируете, да, коммуникации у вас нет. Естественно, опять же, фактор общения отменяем, развития никакого нет. Ну, и плюс, если ребенок в семье, да, когда он видит со стороны родителя, что он не с ноутбуком и планшетом сидит, да. Да, личный пример, это всегда самый лучший. И воспитатель, да, 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 и учитель. И, естественно, он сам начинает тянуться за книжкой, тянуться, открывать, листать, пусть он ничего там еще пока не понимает. Но вот это вот тактильное ощущение, вот это наша первая сигнальная система, да, тактильное ощущение, ощущение цвета, запаха этой книги. Плюс мама с папой сидят за книжкой, это самый лучший. Вот он фактор, да, развития интеллекта. Да, плюс один из факторов, ну вот я для себя поняла, опять-таки, ты можешь прочитать все, что угодно, только на собственном опыте что-то именно откладывается. Когда с ребенком постоянно разговаривают, я заметила, что он развит гораздо лучше, нежели когда просто делают механические действия, ребенок там себе играет. Да, да, сам по себе сидит. А когда ты постоянно проговариваешь даже малейшие какие-то нюансы, детали, то ребенок все схватывает. И в какой-то определенный момент он просто начинает все повторять. Вот это тоже очень важно. Не молчите со своими детьми. Да, и показывайте личный пример. Очень много вопросов, очень классные. Вот еще один сейчас от Оли, она тоже по поводу трех лет спрашивает, что ребенку вы порекомендуете развивать способности или наоборот делать упор на то, что не получается? Нет, конечно, вот смотрите, если мы будем акцентировать внимание на то, что не получается, кстати, какой негатив со стороны ребенка, да? То есть, ну нам даже скажите, что вот у тебя вот это не получилось, да мы больше к этому никогда не подойдем. У меня же не получилось, да? А у детей это остро развито. Поэтому всегда на плюсах, всегда на способностях, всегда отталкиваемся от того, что ребенок уже знает. Или, например, вы хотите, чтобы он это узнал, значит, это и берем, да, это и осваиваем. Потому что если мы будем, вот даже у нас в школах, когда к нам приходят дети на обучение, вот чем еще мы отличаемся от образовательной школы, да? То есть там ругают за минусы. Да. То есть плюсы, как будто их не было вообще. Не хвалят, это само собой разумеется. Да, да, да. Надо сместить акцент, наоборот. Конечно. И если вы, получается, негатив будете превзносить, ребенок сегодня негатив, завтра негатив, а потом он скажет, я не хочу учиться. Да, да, да. И все, и вы потом его будете просто ломать, тащить в эту школу, знаете, очень часто смотришь там в каких-то соцсетях, где родители снимают своих детей, а он упирается и кричит, не пойду в эту школу, он только пошел, он две недели всего в школе учится, а уже кричит. И все сразу же идет отвращение, наоборот, надо сделать таким образом, да. Ну вот смотрите, очень много сообщений приходит, спасибо огромное, наши дорогие зрители. Активность. Да, 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 активность, нас уже очень много смотрят. Я хочу сказать, что у нас еще рестрим идет на Эксмо, поэтому, ну, кто смотрит нас ВКонтакте через страничку Эксмо, если вы хотите приобрести, да, себе развивающие пособия или поучаствовать в нашем розыгрыше, то обязательно зайдите на Озон. Только там это можно будет сделать. И, ну вот, представители вашей коллеги от бренда выбрали победителя, я сейчас зачитаю этот вопрос, попробуем на него ответить. Яна А. Есть мнение, что мама не учитель. Стоит ли заниматься профессиональным обучением ребенка или лучше отдать это педагогу? Хороший вопрос, да, они просто так его выбрали. Отлично, отлично, отлично. Спасибо за вопрос. Ян, спасибо за вопрос. После ответа Ирина, я обязательно расскажу, что надо будет сделать. Да, смотрите, всегда я тоже привожу своим родителям пример. Вот у вас, когда болит зуб, вы идете к стоматологу, вы не идете к слесарю, водопроводчику и так далее. Но и мама тоже молочный зуб может выдрать, знаете ли? Да, возможно. Но все-таки вот эти пособия, они суперские, они замечательные, они дают системе образования, обучают, да, вашего ребенка. Но если ребенок, например, не умеет читать, однозначно к специалисту. Во-первых, это будет легче, во-первых, это будет сразу правильно, но опять специалисту, действительно, специалисту, а не то, что там какой-то шарлатан, я тебя сейчас научу за две недели, да, и как он научить, неизвестно. Таких центров развития очень много, да, нелицензированных, непонятно там, где, что. Ну, к логопеду надо будет обратиться, да, может быть, какие-то проблемы с речью. Если проблемы с речью есть, конечно, однозначно, то здесь помощник специалист. А если вы, вот я как вообще говорю всегда, самый лучший вариант, когда вы ходите к специалисту, ребенка, а по пособиям, да, вот по этим пособиям, которые стоят на книжных полках, а в частности вот по этим, вы делаете как дополнительную работу. То есть все равно вы не профессионалы, да, то есть у вас нет педагогического образования, ведь неспроста мы учимся пять лет, да, как бы взяли бы, да, и пришли так и начали. Да, 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 поэтому специалист будет все равно вас направлять. На что надо обратить внимание, рекомендации давать, да, какие-то вещи, которые у ребенка у одного идет, у другого не идет, она будет корректировать и поправлять. Но опять же, это важно найти человека, специалиста с большой буквы, который действительно будет это делать и который не навредит ребенку. Это тоже важно очень, ну, подобрать такой центр развития, который будет отвечать этим требованиям. На самом деле, в защиту наших пособий, я хочу сказать, что уже такой специалист с большой буквы, Дельвовна, уже все придумала, продумала, здесь вообще не надо никому обращаться, и здесь именно идет фишка в том, что вы можете без посторонней помощи, вы можете никуда не ходить, ни в какие детские центры, дома, не тратя на это много времени. Ну, ведь действительно, потому что время в наше время, это самый ценный ресурс, вы можете не тратить времени на дорогу, на там, не знаю, парковки и так далее, сесть с ребенком, позаниматься дома, но на ежедневной основе, и это уже увидите, какой будет результат, потому что это не просто книжка-раскраска, а это действительно методическое пособие, направленное на развитие интеллекта и вообще математические способности ребенка. Ну что, я тогда поздравляю нашу победительницу Яну А, вот этот комплекс пособий отправляется к вам, самое главное, что вы должны сделать, вы увидите сейчас у себя на экранчике купон, который вы должны будете активизировать, нажимайте на него, и книжечки автоматически отправятся к вам в корзину со скидкой 99%, ура, пожалуйста, этот купон может сгореть, поэтому чем быстрее вы его активизируете, тем лучше. Все, мы едем дальше, Яна, еще раз, наше поздравление вам, действительно, это нужная вещь. Переходим к следующему возрастному диапазону, 4-5 лет, это уже детишки постарше, это уже даже, наверное, дети, которые ходят в детский садик. Конечно, конечно. Это то есть можно совмещать, да, с вот этими учреждениями, и можно также заниматься дома. Вот на что здесь уже идет такой больше акцент? Здесь получается, смотрите, вообще у все книги Лидии Львовны, они все выстроены в определенном порядке, да, то есть все задания выстраиваются в определенном порядке, и все задания направлены на развитие правого полушария, левого полушария, то есть в каждом возрасте мы занимаемся в соответствии с теми знаниями, умениями, навыками, которые они приобретают у нас в своем возрасте, да. И самое главное, что дети, получается, пособие, да, мы внедряем уже вот здесь, да, увеличивается объем, объем, да, то есть если здесь ребенок занимался, ну, грубо говоря, 10-12 минут, эти уже дети будут заниматься по 15 минут, например, в день, да, то есть увеличивается, ну и плюс сложность возрастает. То есть если там дети выполняли палочки-галочки, да, 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 то есть здесь они уже, смотрите, и объемы больше, и задачи другие мы ставим и так далее. То есть опять же в системе, если вы взяли пособие, то вы можете, даже несмотря на возраст, вы можете сразу же взять пособие, например, с 3-4 лет начать, потому что вы же не можете оценить, продиагностировать своего ребенка, да, у вас нет образования соответствующего. Поэтому вам легче, да, легче взять пособие, например, с 3-4 лет и постепенно осваивать сначала пособие 3-4 года, потом 4-5, 5-6 и так далее. Ой, так интересно, мне кажется, даже взрослым это будет полезно. Да, это вообще очень здорово, да. Немножко пошевелить своими извилинами, а то там, там уже вот если не тренировать память, да, если не тренировать интеллект, то там каким-то образом атрофируются, да, перестают работать определенные... Нейроны, да, нейроны отмирают, да, 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 и, конечно же, там потом уже сложнее. Чем старше мы становимся, тем сложнее это все реанимировать, поэтому да, да, да. Да, еще раз напоминаю, если вы хотите сегодня у нас выиграть вот это пособие, рассчитанное на возраст 4-5 лет, то, пожалуйста, задавайте вопрос. За самый интересный мы обязательно вам подарим такое пособие, только в скобочках не забудьте указать возраст ребенка. Ну вот некоторые присоединились к нам только что и спрашивают, а что завтра, что завтра, о чем вообще мы тут говорим, да, что за пособие. Друзья, еще раз рассказываем вам Васильева Лидия Львовна. Вот даже можно у Лианы крупную фотографию, мне кажется, показать Лидии Львовны. Да, автора этих методических пособий. Она является доктором педагогических наук, основателем, руководителем и педагогом Международной школы скорочтения и управления информацией. Ну, собственно, Лидия Львовна создала вот эту уникальную методику, которая запатентована и которая сейчас уже и у нас в стране пользуется популярностью и уже за пределами, за рубежом. Поэтому, друзья, смотрите, действительно, это уникальные книги по развитию вашего интеллекта. Направлено на то, чтобы ваши дети как можно, я не знаю, ярче, богаче вообще выражались, мыслили, чтобы у них был абсолютно разнообразный диапазон мыслей. Поэтому, пожалуйста, попробуйте. Даже, мне кажется, вот в качестве эксперимента. Да. Дома с ребенком потренируйтесь упражнения, а потом вдруг вы втянетесь, и вы будете вместе с ребенком развиваться. Тем более, они не сложны тем, что полностью все расписано, все инструкции даны, ты открываешь, прочитав инструкцию, ты понимаешь, что нужно сделать, да, и можешь это объяснить ребенку. Вот это у нас рабочая тетрадь. Да, вот видите, здесь уже письмо чит, да. Здесь уже, пожалуйста, теперь цифры мы прописываем, да, то есть здесь уже совершенно другой, да. То есть мы здесь вводим геометрический материал ребенку, то есть это все очень важно именно на этапе подготовки к школе. О, интересный вопрос пришел у нас от Агаты. С какого возраста ребенок должен осознавать ответственность за свое имущество? Ну, например, да, вот на площадке. Ну, да. Твой самокат, твой совочек, не знаю, что-то твое. Ну, здесь это всегда у нас начинается с раннего развития, это с трех лет. И мы вот с этого возраста, потому что до трех лет это все равно еще дети, которым нужно помогать. А вот когда наступает кризис трех лет, то там начинается это мое, я сам. Вот этот кризис трех лет, он явно очень развит. И вот если вы видите, что этот ребенок не проявляет, вот здесь нужно обязательно его учить. Так, хорошо. От Галины пришел интересный комментарий. Каким методом научить ребенка реагировать на замечания, совершенно не управляем? Четыре с половиной года. Вот смотрите, замечания замечанию рознь. Да. Вот есть замечания, можно так сказать, да? Смотря в какой форме, наверное. Да. А есть замечания, которые действительно, во-первых, обязательно, я всегда говорю, нужно аргументировать. Почему вот это замечание, нужно вот это сделать, да? Почему здесь вот мне не нравится твое поведение, да? Вот это очень важно, потому что то-то, 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 чтобы ребенок, да, понимал. Ребенок в этом возрасте, он же уже осознанный. Конечно, конечно, конечно. Это не то, что даже там два с половиной, а это уже даже четыре с половиной. Там же, понимаете, там уже с трех лет вообще, вот я помните, я вам говорила про первую сигнальную систему, которая к нам дает сигнал, да, с помощью органов чувств. С трех лет включается вторая сигнальная система, она только у человека. То есть если первая сигнальная система у животных, у человека, да, то вторая сигнальная система, это только у людей, только у нас с вами, и она начинает развиваться активно именно в процессе общения. И вот когда мы работаем над этой сферой речи, да, общения, конечно же, оно получает такой скачок в развитии ребенка. Почему все время говорят, мышление и речь всегда идут вместе? То есть если развита у ребенка речь, если он понимает, почему ему делают это замечание, если он понимает, почему его хвалят, да, если он понимает, что, а вот если я сейчас вот так вот себя поведу, да, а что будет? То есть выстраивает причинно-следственные связи, вот оно мышление. Развитие логического мышления, абстрактного мышления. Все взаимосвязано, конечно. Однозначно, конечно. Ну и плюс, как вы с ним разговариваете? То есть если вы просто это говорите, ну не делай, ну естественно, это кто-то, кто-то расскажет. Естественно, ребенок будет тебя воспринимать не всерьез, и для него это замечание будет, ну, сказал, и ладно, пошел дальше. А я еще раз и все равно ничего не сделаю, да. Да, а если ты действительно сказал уже, поговоришь с ним, как за взрослым, да, то есть оценивать ребенка, я тоже всегда родителям своим говорю, что ставьте своего ребенка на свою ступень развития, они к ним туда спускаются. Да, это хорошее совет для всех мамочек. Да, конечно, конечно. Ну, а вот, кстати, вот такую твердость характера можно применять, когда ты занимаешься по вот этому учебному пособию? Конечно. Или же все-таки это надо более мягко, лояльно в игре? Нет. Или все-таки надо где-то и построже, да, сделай, выполни? Вот здесь получается то же самое, когда мы, помните, с вами разговаривали, игровая деятельность ведущая учебная. Здесь уже идет пропедевтика учебной деятельности. Пропедевтика. Что такое пропедевтика? Интересно. Это когда мы готовим ребенка к учебной деятельности. То есть когда мы почву подготавливаем, то есть когда мы садим помидоры, да, вот опять пример, посадили, мы же не просто так взяли, в лес пришли, в землю бросили, в семечко. Надо приложить усилия, конечно. То есть мы готовим почву, мы ее рыхлим, мы ее удабриваем, и только тогда мы кидаем семечко. Точно так же здесь. То есть и здесь получается такой момент, когда вы готовите эту почву, чтобы ее подготовить, нужно четко понимать, что если ребенок взял пособие Васильевой, он сейчас учится, он сейчас школьник. То есть я даже многим своим, вот трех-четырехлетки, которые у меня приходят на учебу, я говорю, ты же школьник уже, ты школу Васильевой пришел. Вот знаете, значимость сразу. Учебная деятельность становится на первый план, а незначимость. Я хочу в школу. То есть делать на этом акцент, это все-таки очень важно, и разделять игру, там, не знаю, с друзьями, с игрушками и так далее. А здесь ты все-таки уже получаешь новые знания, и это по-другому нужно уже преподносить ребенку. Конечно, есть такие родители, которые парты специально детям покупают. Вот они трехлеточки, маленькие. Вот они сразу же дисциплинируют, ты сел за стол, у тебя учебник, это уже все по-другому. Вот опять в детском саду, смотрите, как четко простроены зоны, зона игры, зона учебной деятельности, зона, где они обедают, зона, где они спят. Ведь это тоже неспроста. То есть вот она опять дисциплина. Она везде, везде и никуда. Я абсолютно согласна, просто очень много интересных вопросов. Вот Ника спрашивает, как развить математические способности, чтобы в будущем ребенок стал ученым? О, супер! По нашим способиям. Можно заранее так запрограммировать и так его учить, 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 чтобы он стал, не знаю, бундеркетом? То есть если вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал языки, то вы можете опять же к нашей почве с помидорами, вы можете эту почву подготовить. Именно для того, чтобы он изучал языки. Если вы хотите, чтобы он был великим математиком, да, Суфья Ковалевская или Лобачевская, пожалуйста, вы готовите для этого почву. Но опять же, чтобы в домашних условиях это подготовить, пособие Васильевая помогает. Если вы хотите больше что-то, да, к чего-то там, кто-то ходит на ментальную арифметику и так далее, здесь уже другие приоритеты расставляем. Понятно. Я хочу напомнить еще раз всем нашим зрителям, которые подключились к нам из аккаунта ВКонтакте Эксмо Детство, что если вы хотите приобрести пособие, то вы обязательно должны перейти по ссылочке к нам на страничку в Озон и добавить уже в корзину. Хочу напомнить, что сегодня все пособия у нас очень хорошей скидкой. Заходите, вы там сами в этом убедитесь. И самое главное, для тех, кто выиграл у нас сегодня пособие, нужно активировать купон. Вот это прямо очень важно, потому что он со временем может сгореть. У нас, кстати, есть уже победитель. Сейчас зачитаю вопрос, отметим, да, ответим на него, а дальше уже будем поздравлять. Ну вот, собственно, вот этот вопрос, который мы с вами обсудили от Ники Эсско, как у ребенка развить математические способности, чтобы в будущем он стал ученым, показался вашим коллегам наиболее интересным, поэтому они решили наградить пособием. Поэтому, Ника, от всех души мы вас поздравляем. Вот эти замечательные развивающие пособия отправляются к вам. Как раз с математическими способностями. Да, да, да. Вот это пособие, я думаю, что, да, станет, ну, я думаю, вашей главной настольной книгой и для вас, и для вашего ребенка. Самое главное, не забудьте нажать на купончик и добавить в корзину это пособие. Оно придет вам со скидкой 99%. Мы продолжаем. Это был возраст 4-5 лет. Итак, следующий у нас 6-7. И это уже, да. Давайте 5-6. А, 5-6. Да, все правильно. Все, а этот будет у нас тогда финальный. 5-6. Это уже практически, знаете, такой на низком старте школьник, который готов уже впрыгнуть в первый класс, но он еще готовится. То есть, этот человек уже осознанный, да. Ой, он, знаете, какой интересный. Да, с ним уже можно договориться. Да, да, да. На самом деле, вот каждый возраст имеет какие-то свои определенные фишки, особенности. Вот что можете сказать по поводу отличительных особенностей этого года и именно этого пособия? Вот смотрите, 5-6 лет, вот вы правильно сказали, что это низкий старт. Да. Поэтому здесь пособия такие более, как я всегда говорю, фундаментальнее, глубже. И здесь уже такая работа ведется прямо, вот я все время говорю, вот они как маленькие взрослые сидят и уже работают. То есть, если эти мотивируешь там с губенчиками, погремушками, эти уже пришли, и они даже толще, обратите внимание, что даже по страницам они такие, ну да, они такие действительно потолще, да. И самое главное, что здесь уже серьезная работа ведется, и по математике серьезнее работа, хотя везде работа серьезная во всех пособиях. Но, опять же, мы отталкиваемся от знаний, умений, навыков, которые ребенок имеет в 5-6 лет, и уже от этого мы отталкиваемся, и, естественно, материал здесь совершенно другой. О, время на запоминание 30 секунд. Да, да, тут уже время, да, корот меньше дается. Мне нравится, что все-таки мы не забываем, что это дети. Да. Все равно это маленькие дети, как бы мы ни говорили, конечно, да, там 5-6 это уже. Ну, по сравнению с 3-4 это вообще уже такие богатыри. Но все равно это дети, и здесь все абсолютно в таком же игровом формате, и здесь уже прям действительно. Все и красочное, яркое. Но я так понимаю, что если просто дать вот это пособие ребенку 5-6 лет, не пройдя вот эти ступени, ему будет на порядок тяжелее с ним справиться. Намного, конечно, конечно. Если же мы начнем там с 3-4-5 и плавно подойдем к этому. Мой совет, и сама Лидия Львовна об этом постоянно говорит, так как родитель не является специалистом, да, он не имеет в большинстве случаев педагогического образования, она все время говорит, начинайте с пособий 3-4 года, даже если вашему ребенку 4-5 или 5-6 лет. Вы пройдете его быстрее, да, но вот этот сундамент остается подготовкой. Но почва будет подготовлена, конечно. То есть все пособия проходим, начиная, независимо от возраста, с 3-х лет. И постепенно, во-первых, мы сразу видим, что умеет, чего еще не знает, где пробел у ребенка, чтобы это можно было скорректировать. И самое-то ценное, что это мамочка может сделать. Не то, что там Мария Ивановна в школе сказала, вот этого у вас нет, а вот это он должен знать в вашем возрасте, а он не знает. Так вот, чтобы это избежать, начинайте с 3-4 года и постепенно, постепенно готовьте, один комплекс прошли, перешли на следующий комплекс, перешли на следующий, и вот такой у вас будет, вот такой будет у вас ребенок. Да, вот такие наши дорогие родители, которые смотрят наш эфир, а вас уже, ну действительно много, уже 3,5 тысячи в прямом эфире вместе с нами. И это только в Озоне, я не знаю, сколько сейчас в группе ВКонтакте в Эксмодетство, но я думаю, что тоже много. Еще раз хочу напомнить, что, друзья, сегодня у вас есть уникальная возможность выиграть вот это пособие на развитие интеллекта. Самое главное, задавайте вопросы, значит, на 3-4, на 4-5 мы уже разыграли, сейчас будем разыгрывать возраст 5 и 6. Задавайте вопрос и рядышком в скобочках ставьте, сколько лет вашему ребенку, чтобы мы отправили нужное вам пособие. Очень интересный вопрос, вот Юрий спрашивает, к чему могут привести попытки воспитывать из ребенка гения? И вообще, нужно ли это? Вот мне нравится, кто-то хочет, чтобы ученым стал, кто-то, чтобы гений был. А можно просто ребенок будет расти и воспитываться? Да, да. На самом деле, вы знаете, мы же все амбициозны в той или иной степени. Мой ребенок лучше, он знает больше. Да, мы любим своих детей, а мы учителя всех детей любим. И самое, знаете, такое, когда говорят, вот я хочу, чтобы у меня он вырос гением, а не помешает ли ему это? На самом деле, поверьте, не помешает. У нас есть вообще одна программа у Лидии Львовной в школе Васильевой, называется программа Вундеркинд. И вот дети, когда приходят и говорят, кто такой Вундеркинд? Начинаю ему объяснять, это умный ребенок. Он говорит, а зачем мне быть умным? Я говорю, знаешь, умный, он интересный, он позитивный, он всегда отлично слажен, у него харизма. На меня ребенок смотрит и говорит, а что такое харизма? И вот понимаете, к чему это приводит? Вот оно, каждое слово начинает цеплять познавательный учебный интерес, который приводит ребенка потом в дальнейшем добывать самому это знание. То есть сначала мы даем ему инструменты для подобычи, а потом он как настоящий рыбак, вот опять пример, да? То есть мы сначала как делаем? Мы закинули, нанизали там червячка, забросили удочку, ребенку передали удочку. То есть, да, вот наша задача сначала, а потом наша задача, чтобы он это делал все сам. И вот когда ваш ребенок в первый класс приходит и все уже делает сам, все этапы, мало того, все этапы, он слышит учителя, понимает учителя, он обрабатывает быструю информацию, вы сидите и думаете, какой мой классный ребенок, вот такой ребенок. А еще самое главное, что если вы его научите заранее, да, самому делать какие-то задания, то вы какой груз вообще снимете с себя, потому что мне подруги рассказывают, мы каждый вечер после работы приходим и еще учимся в школе вместе с ребенком, делаем уроки. Ну это же просто какой-то кошмар. А если вы подготовите, он уже будет понимать эту ответственность, он уже будет примерно понимать, потому что в первом классе, ну действительно, там надо повторить такую же цифру, да, надо повторить такую же букву. Если он уже будет готов, гораздо легче будет и родители, и ему справиться с этой нагрузкой. Вот у нас спрашивают, здравствуйте, а есть ли у вас пособия для рисования для шестилетнего ребенка? Я хочу сказать, что... У нас все пособия включают развитие мелкой модели. А можете показать? Да, конечно, конечно. На самом деле здесь очень много заданий. Да, где они, геометрические фигуры, ну вот надо помладше взять возраст. То есть это не просто раскраска, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что это направлено на развитие интеллекта ребенка. Вот, да, то есть вот это все развитие мелкой моторики, которая способствует потом красивому. Можно повторить определенный кружочек, определенную фигуру. Да, элементы, узоры и так далее. Это важно, то есть он, уже будет у него насмотренность, он уже будет понимать, вот эти там параллельные прямые, это зигзаги, это кажется все, да, что там, все и так элементарно, просто и понятно. А в дальнейшем это все будет складываться уже в определенные фундаментальные знания. Как вы относитесь к вундеркиндам? Это врожденные способности? Мы развиваем их. О, это как развиваем их. Мы, я все время говорю, что у нас ребенок, да, у каждого приходит ребенок, да, рождается, он лежит в колясочке, там, в кроватке, и мы еще не понимаем, вундеркинд это или не вундеркинд. И когда родитель заинтересован и хочет, чтобы у него был вундеркинд, он будет. Он однозначно будет. Но опять, ремарку такую сделаю, что если у вас здоровый ребенок, да, то есть с сохранным интеллектом, то есть у него нет каких-то заболеваний, то есть, конечно, только вот про таких детей, да, как они сейчас называют, психологи особенно любят условно здоровые дети, то есть у нас нет абсолютно здоровых детей, да, то есть все равно мы, знаний столько много у наших сейчас врачей. То есть если раньше мы родились пять пальчиков, там, пять пальчиков, о, все, отлично. А сейчас столько знаний уже у нас во всех областях медицины, что врачи все равно найдут что-то, да, но когда сохранен интеллект, когда ребенок здоров, конечно же, можно сделать вундеркин-то однозначно. И мы это делаем. Ну вот Виктория, конечно, классный вопрос задала, она говорит, необходимо ли обучение дома до школы или школа всему научит? Ну вот, друзья, ровно этому посвящен наш сегодняшний эфир. Да, нет, однозначно, однозначно. Мы говорим про дошкольное образование. Да, дошкольное образование должно быть обязательно. Подготовка, да. Вот вы представляете, если вы не будете заниматься подготовкой ребенка к школе, он приходит, и на него сразу столько всего наваливается, да, и математика, семимильными шагами освоения идет материала, и русский, ну русского нет, да, в первом классе письмо и обучение грамоте. Плюс наваливается дополнительных всевозможных. У нас же все дети и английским занимаются, и балетом, и плаванием, и хоккеем. Все хотим и физическое развитие тоже получить, чтобы дети, да, гармонично развитые были. И получается, что если вы не подготовили ребенка, а они со второй четверти начинают уже читать тексты, ребенок, не умеющий читать, он сможет справиться с этой работой? Ну ему будет, да. Ему будет это невозможно. И это может перерасти в дальнейшем в комплекс. Конечно. То есть он зажмется и будет этого стыдиться. Все верно. А наоборот, если бы он был подготовлен, то он может раскрыться в полной мере и даже выиграть, не знаю, конкурс чтецов, стать лидером класса. Запросто, да, да, да. И вот она ситуация успеха. Ситуация успеха есть, мотивация к учебной деятельности возникает само собой. То есть ребенок, если он успешен, он, естественно, хочет дальше учиться. Вот это важно. И вот это, помните, вы мне задавали вопрос по поводу того, что как научить ребенка учиться, да, и вообще задача учителя начальных классов – научить ребенка учиться. И если ребенок пришел неподготовленный, без вот этой вот базы, он, получается, попадает постоянно в ситуацию стресса. А стресс – это всегда негатив. А мне еще нравится слоган, который, кстати, наш автор очень часто использует, да, что достойное образование дает право на достойную жизнь, а достойная жизнь позволяет получить достойное образование. Поэтому то, что вы вложите в вашего ребенка, потом это вдвойне, я думаю, что окупится. И он это будет в дальнейшем уже своим детям прививать. Потому что я очень благодарна родителям за то, что они, да, вложили. А сейчас мы стали еще на шаг, да, то есть еще как-то вперед. И есть вот такие классные развивайки, пособия. И ты можешь действительно с трех лет уже воспитывать в своем ребенке достойного человека. Да, гражданина. И потом он поступит до достойного гражданина. Да, еще раз хочу напомнить, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Совсем скоро выберем победителя. Потому что очень много интересных, и вот победители у нас уже есть. Итак, сейчас я зачитаю этот вопрос. Олька Т. пишет. Как вы относитесь к вундеркиндам? Это врожденные способности. Не упускают ли они другие сферы? Вот, собственно, мы обсудили этот вопрос. Не, они не могут упустить. Не могут. Они априори вундеркинде. Они не могут упустить. То есть они успешны во всех сферах. А почему? Гармонично, развиты, конечно. Да, что они могут, не знаю, там и в танцах будут состоять первые линии. И, не знаю, там книги читать. Просто быстрее всех. Быстро обрабатывать информацию. И задачки решать тоже быстрее всех. Олечка, мы вас поздравляем от всей души. Поздравляем, да. Вот это прекрасное развивающее пособие интеллекта отправляется к вам в подарок. Самое главное, успейте, пожалуйста, активировать ваш купон. Он появится крупно у вас на экране. Нажмите на него, у вас добавится это пособие в корзину. Со скидкой 99%. Супер. Слушайте, ну на самом деле время летит молниеносно. Нам надо еще успеть разобрать. У нас осталось буквально 15 минут. Даже меньше. Меньше. Итак, возраст 6-7 лет. Итак, это уже все. Это уже дети, которые на финише. И то, что вы вложили в них, то получаем уже в первом классе, конечно же. Вот видите, они еще толще книжки. Книжки. Да, книга уже. Уже прямо ого-го. К концу года. Да, да, да. Ну и здесь. А, ну тут уже сразу, извините, да? Уже сразу же у нас гармонизация работы полушария. Это первое упражнение из этой книги. Я боюсь представить, что будет к концу, если первое, уже гармонизация работы полушария. Нет, здесь уже, конечно, прямо вообще уже совершенно другие тексты, другие задания, другой материал. В общем, но при этом мы опять не забываем, что это дошкольники, поэтому все красочно, красиво. Мне нравится, что здесь очень много кисок. Только бери, только хватай. Ну, здесь уже все серьезно, и здесь уже можно даже что-то, не знаю, смять, разрезать, уже сделать. Здесь вообще здорово вообще. В формате настольной игры, здесь и на запоминание, здесь уже есть даже и какие-то факты конкретные. Да, вообще мы учим, да, конечно, мы учим детей воспринимать не только информацию художественной литературы, да, для каждого возраста она своя. Если интересно, гуглите и смотрите, что ребенок должен читать в 3-4 года, в 4-5 и так далее. И здесь мы обязательно уже в 6-7 лет обязательно вводим факты из энциклопедии, то есть знакомим с научной литературой, обязательно энциклопедические данные какие-то вводятся. Для чего? А потому что потом в первом классе они приходят, у них появляется предмет окружающий мир. И где как раз ребенку наша задача, то есть вот если у нас было с вами природоведение, мы наблюдали, почки открылись, закрылись и так далее, да, ну грубо говоря, сезонные явления, то сейчас наши дети с первого класса начинают писать проекты научные. Так вот, чтобы подготовить мозг, вот отсюда надо начинать. Короче, чтобы ваш ребенок не сошел с ума в первом классе от научных проектов. Однозначно, книги расселиваю вам в помощь. На самом деле, вот что было, грубо говоря, лет 20 назад, и как сейчас у нас шагнуло вперед начальное образование, оно, это небо и земля. То есть я говорю, они с первого класса начинают писать научные проекты. То есть вот у меня был, например, ученик, он выращивал лягушку, начиная с икринки, заканчивая головастиком, и за это все следил, за это все фиксировал. И как вы думаете, какую актуальность он выбрал, чтобы выращивать лягушек и есть как во Франции, открыть ресторан свой. То есть понимаете, если мозг ребенка не подготовлен, он этого никогда не сделает. То есть это будет кто делать? Мама с папой. А вы хотите? Нет. Вы хотите научить своего ребенка это делать. Поэтому берем пособие, и вот как раз вот где вы показали, да, вот про эту кошку, она как раз вот этот вот текст, научит ребенка воспринимать научную литературу, да, язык, он вообще другой, он сложнее. Конечно, и пересказать его уже гораздо сложнее, используя какую-то терминологию. И, естественно, ребенок, например, который не читает, разве сможет сделать такой проект? Нет. Да, и тем более самое главное, что систематизировать эти знания, да, не просто высказать там то, что он придумал, а пересказать конкретные факты, и причем в какой-то определенной хронологической порядке, последовательности, это тоже очень важно. Друзья, я хочу привлечь ваше внимание сюда. Заходите, пожалуйста, вот здесь под чатом у нас есть карточки 12 товаров. Выбирайте, как видите, все у нас сегодня представлено с хорошими скидками. Эти скидки будут действовать сегодня в ходе стрима, но еще и завтра. Но чем быстрее вы добавите в корзину, тем больше у вас возможностей воспользоваться скидкой. Для всех наших победителей, еще раз напоминаю, не забудьте активировать ваш купон. Если вы этого не сделаете в ближайшее время, то он, вух, исчезнет. Поэтому кому сегодня достался подарок, вот это супер пособие, быстренько нажали, активировали. Итак, вопросов много, задавайте. Есть еще возможность выиграть вот это пособие на развитие интеллекта 6-7 лет. В скобочках, пожалуйста, пишите возраст ребенка. И я хотела еще, знаете, какую тему обсудить? Вот скорочтение и техника чтения. Мне кажется, это безумно интересно. Это вообще одно и то же? Или это абсолютно разное понятие? Да, это абсолютно разное. И вообще скорочтение у нас вводится только для детей с 15 лет. А что такое скорочтение? То есть это не быстрота, не мереобласть, с которой ты читаешь? Это быстрая обработка информации, плюс обязательно высокий темп чтения, чтобы ты мог, например, прочитать огромный объем информации. Это трансформация текста, это работа. Там работа колоссальная. То есть есть какие-то механики, которые позволяют тебе овладеть вот этим навыком скорочтения? Я не знаю, вот это по диагонали как-то. Нет, там целая наука, да, это другое. У каждого своя, у Васильевой своя, да, программа своя, методика. Туда вдаваться не будем в подробности, но это точно не с детьми дошкольного, не младшего школьного и даже не среднее звено школы. То есть это уже со старшего возраста. Там прямо вот смакуешь, да, если ты берешь там литературу, да, ну, грубо говоря, 19-го века. Ну, войну и мир можно там хотя бы описание природы как-то скорочтением пройти? Я думаю, что если старшеклассник придет к вам на скорочтение, его научат, да. То есть третий том войны и мир, где одна война, можно по диагонали, может, и прочитать. Можно просто мамочки сейчас вообще узнают, задумаются о том, что есть такое понятие, и можно будет потом ребенку это. Конечно, конечно. Ну, вот опять техника чтения, да, что такое техника чтения? Техника это тоже, у нас есть темп чтения и есть техника чтения. А, техника, это насколько ты хорошо читаешь. Конечно, насколько хорошо и быстро ты обрабатываешь информацию, насколько ты ее можешь трансформировать. Мы же учим детей также высказывать свое отношение к написанному. То есть мы же не принимаем все за чистую монету, а вот как ты считаешь, да, вот, например, проходим какого-то героя, да. То есть техника чтения это тоже другое. Темп чтения это вот наши любимые 50 слов в одну минуту, да, да, да. И вот знаете, тоже такая особенность, у нас сейчас, слава богу, в школах, в начальных, не все учителя гонятся за темпом чтения. И они что делают? Они сейчас больше стали обращать внимание на интонационное чтение. Вот это супер. Я когда слышу, что учитель... Ну, потому что суть, да, при этом хотя бы становится ясно, а не просто... А не просто набор, да, знаков, сколько он прочитал. Я все прекрасно понимаю, что в век технологии темп чтения очень важен. И когда ребенок, первоклассник читает 12 слов в минуту пришедший, естественно, он не будет таким же успешным у вас, как ребенок, который читает 80 слов в минуту. Мы, конечно же, всегда говорим, что норма у нас поступающего в первый класс это 20-25 слов в минуту, а выход из первого класса 80-90. Вы представляете, как быстро он должен набрать вот столько, такая огромная голосальная разница, разница вообще огромная. Поэтому мы всегда говорим, вот лучше прийти с 80-90 слов в минуту в первый класс, и он будет успешен. А успешен будет на уровне всего, то есть и лексика, естественно, у него лучше развита, потому что он быстрее читает, и словарный запас богаче, и он рассказывает красиво, да, потому что, опять же, читает много. Здесь, естественно, эти дети, они в 100 крат успешнее, чем те дети, которые пришли и читают 12 слов в минуту. Еще хочу задать несколько интересных вопросов, 5 минут буквально остается. Вот Виктория спрашивает, ваше мнение, возможно ли на домашнем обучении получить полноценное среднее образование? Вот смотрите, только сегодня вспоминали эту тему. Вообще про домашнее обучение. Да, оно вообще классно, конечно. То есть ребенок у вас учится в своем режиме, все замечательно, все хорошо. И получается, что мы адаптируем, да, если ребенок чего-то не понимает, мы можем здесь остановиться. Но в итоге они все равно сдают аттестацию, да, после каждой четверти, после учебный год, когда заканчивается. Но домашнее обучение, оно отлично вообще для детей, которые имеют какие-то отклонения. Ну отлично вообще. Для детей, которые здоровы, им нужен социум. Он тоже воспитывается. Или, например, когда вынужденная ситуация, да, вот когда у нас было все на время отправились на домашнее обучение, на удаленное обучение. Ну опять, это было онлайн. Ну это временно, это онлайн. Вот это не то. Онлайн, он не дает нам таких результатов. Во-первых, это не так дисциплинирует ребенка. Во-вторых, это у нас нет еще пока таких технологий, не так у нас умеют учителя этими технологиями, к сожалению, пользоваться. Домашнее обучение, оно действительно хорошо, оно здорово. Но вот какие-то аспекты оно не дает нам вот в полной мере. То есть в качестве дошкольного образования, вот это просто супер. Заниматься в качестве дополнения, может быть, каких-то секций. Конечно, конечно. Это да. Но делать это основным и заниматься там исключительно дома, мы все-таки рекомендуем, чтобы ребенок развивался в социуме. Тогда он будет развит гораздо больше. Тут больше даже, знаете, частные школы начинают процветать у нас, где небольшие классы, где индивидуальная ориентированность. Вот это круто. А вот когда они тет-а-тет дома, ну это не всегда хорошо. А ведь есть дети, которым наоборот нужен этот социум. В плане развития, в плане мобильности, в плане даже тех же соревновательных каких-то навыков. То есть ему нужен партнер. И вот, между прочим, Лидия Львовна в наших школах ее, считаю, 159 школ у Лидии Львовны по всей России и Европе. И она наоборот, как только видит вот шестилеток, да, который уже умеет читать, она наоборот говорит, девочки в группы, девочки в пары. Да, чтобы было в своем отец. Чтобы именно самоорганизация, самоконтроль. Есть еще один вопрос, остается пару минут. У нас есть уже победитель, которому мы готовы отправить вот это пособие. Да, я назову имя чуть позже. Существуют ли какие-то специальные педагогические методики развития обучения левшей? Да, очень много пособий, очень много. Тоже гуглите, смотрите, очень много пособий. У левшей, у них же там как-то по-другому устроено. Все наоборот. То есть надо начинать выполнять пособия, друзья, с конца, вперед, наоборот. Это, конечно, шутка, да. Шутка. Да, но у них все наоборот. У них немножко по-другому устроен головной мозг. И здесь получается, конечно же, почему и тысячи диссертаций уже защищены на эту тему левшей, и тысячи пособий уже появились, даже начиная с письма для левшей и так далее. Потому что это вообще отдельные люди, это как отдельная каста человечества. Потому что они действительно, они и мир воспринимают по-другому. Все связано с головным мозгом, от него мы никуда не денемся. Почему даже вот когда я все время говорю, беременная приходит, да, на УЗИ, да, и ему врач там ей, ой, вот у вас такой-то головной мозг. И начинает показывать. То есть оно уже даже там закладывается. Да. Еще там. И я сразу же хочу сказать, что наша победительница Галина М, мы вас, во-первых, поздравляем, во-вторых, не забудьте применить купон на выигрыш, потому что если, да, вы это не сделаете, то он сгорит. Но вот мне сейчас мои коллеги подсказывают, что вы уже применили. Все остальные наши победители тоже применили. А это значит, что все пособия дойдут до своих адресатов. Все они сегодня разыграны. Ну, на самом деле, у нас уже все. Остается буквально одна минута. Я, Ирина, хочу отфелье поблагодарить вас за эфир. Еще раз давайте напомним, сегодня у нас... Вот у нас даже на экране написано. В гостях была Ирина Куликова, методист Международной школы скорочтения. Да, Васильева и Лидия Львовна. Мы сегодня и с Лидией Львовной познакомились подробнее и с вами. Друзья мои, если вы заинтересовались этими уникальными пособиями, у вас есть еще возможность получить их со скидкой. Заходите, пожалуйста, в карточку товара. Добавляйте себе в корзину и наслаждайтесь, пользуйтесь. Самое главное, развивайтесь вместе с вашим ребенком. Да, однозначно. Личный пример. Личный пример, он заразителен. Но здесь такие картинки. И в системе. Такие иллюстрации. Да, заведите эту такую, знаете, полезную, правильную привычку. Каждый день, хотя бы по 15 минут, уделяйте внимание своему развитию и развитию своего интеллекта. Спасибо большое, что были сегодня вместе с нами. Это была Зонлайф, Маш, новая. Все. Спасибо. Увидимся с вами. До свидания. Пока. Пока.